1 января 2016 года все страны мира приняли на себя обязательства по осуществлению 17 целей в области устойчивого развития, известные как ЦУР-2030. Эти цели представляют собой план действий по улучшению мира к 2030 году, который был принят лидерами ведущих политических кругов. На первый взгляд может показаться, что до озвученного дедлайна еще далеко, но заявленные задачи требуют большой работы. Нужно победить нищету и неравенство, справиться с изменением климата, защитить океаны и животных и не забыть ни о ком. Необходимы совместные усилия всех людей, организаций, стран, а также единая воля к изменению нашего мира. Эти цели нужны, чтобы защитить нашу планету. Данный видеоурок раскроет подробнее о миссии ЦУР-2030, а также озвучит советы о том, как улучшить свою жизнь и жизнь окружающих вас людей. Что же такое устойчивое развитие и почему оно важно? Устойчивое развитие подразумевает улучшение условий жизни в настоящем, не ставя под угрозу ресурсы, которыми будут пользоваться будущие поколения. Развитие не является устойчивым, если мы уже сейчас бездумно относимся ко всем природным ресурсам и расточительно их используем, ничего не оставляя нашим потомкам. Устойчивому развитию характерен совместный рост двух показателей. Это изменение мышления людей и бережное отношение к окружающей среде. Для их правильного движения необходимо совместная работа над осуществлением крупных изменений, которые ведут к преобразованию мира в более справедливое и равноправное общество. А чтобы достичь этого, главам всех стран нужно заявить о готовности к переменам, а каждому из нас не оставаться в стороне в решении насущных проблем. Например, нам нужно высказывать свое мнение относительно улучшения жизни детей и молодежи, исходя из анализов и обсуждений на эту тему, чтобы построить лучший мир для нас самих и для будущих поколений. Вместе с тем, мы должны предпринимать позитивные действия в нашей собственной жизни, чтобы внести свой вклад в устойчивое развитие, в частности, проявляя уважительное отношение к другим людям и нашей планете. Изучая в школе о разных странах мира, вы наверняка узнали и о существовании Организации Объединенных Наций – ООН. ООН работает с правительствами государств над тем, чтобы наш мир стал еще лучше для всех людей, независимо от их пола, религии или расы. Вам кажется, что ООН – это организация только для взрослых? Но это не так. ООН призывает детей и молодежь изменить наш мир к лучшему, потому что каждый из нас может стать рупором перемен. Изменить мир в наших силах и вклад каждого важен. Для устойчивого развития всех стран прежде всего необходимо, чтобы все люди в мире получили доступ к качественному обучению. Это позволит всем обладать необходимыми навыками для бережного отношения к природным ресурсам, которые мы должны передать будущим поколениям. В детских садах, школах и университетах дети и взрослые должны получать экологические знания. Такие знания помогут изменить ресурсоемкую экономику на зеленую. А что же такое зеленая экономика? Простыми словами, зеленая экономика – это экологичная экономика. Она нацелена на сохранение благополучия общества путем бережного и эффективного расхода природных ресурсов на всех этапах производства. Зеленая экономика подразумевает разумное использование полезных ископаемых, таких как нефть, газ, уголь, которые со временем могут закончиться, а также ставит в приоритет переход на возобновляемые источники – энергия солнца, волн, приливов и отливов, океанов и морей, ветра и т.д. Именно зеленая экономика поможет достичь целей в области устойчивого развития ЦУР. По всему миру ее подходы продвигают новые и более модернизированные рабочие места, а также ускоряют технологические изменения. Страны, которые еще не перешли на нее, используют устаревшие технологии, продолжая губить природу. Загрязняются воздух и водные источники, увеличиваются отходы и парниковые газы. Человечество испытывает недостаток воды и энергии. Что каждый из нас сегодня может сделать для того, чтобы достичь целей устойчивого развития? Каждый из нас должен стараться быть ответственным и осознанным при покупке вещей и еды. Мы должны отправлять мусор на переработку и использовать вещи повторно. Например, мы можем второй раз использовать полиэтиленовый пакет или отправлять использованную бумагу на переработку, чтобы из нее сделали туалетную, передавать ненужную одежду и обувь нуждающимся, не покупать вещи и предметы, содержащие пластик, экономить электроэнергию, воду, продукты, ходить за покупками с тканевыми сумками, чтобы не брать пластиковые и так далее. Важно рассказывать друзьям, одноклассникам, родителям, родственникам о важности ответственного отношения к природным ресурсам.